Место встречи – эколого-биологический центр. Именно это учреждение доп. образования в прошлом году стало первым сочинским партнёром международного проекта «Эмблас». Его основная задача – проведение мониторинговых исследований экологического состояния Чёрного моря и вовлечение в эту важную работу молодёжи. Это проект, который финансирован Евросоюзом и ООН. В этом проекте сотрудничает Россия с Украиной и Грузией. Главная цель этого проекта – это улучшить мониторинг Чёрного моря. Ну а чтобы узнать о море ещё больше, сочинские школьники приняли участие в познавательном квесте. Территория эколого-биологического центра превратилась в Причерноморье. Юные исследователи искали подсказки и отвечали на вопросы по истории и экологии моря. В итоге каждый участник получил подарок от компании «Эмблас». Отметили самых активных игроков мобильного приложения «Блэк Си Сейвбук» – Черноморской книги спасения. С его помощью дети, находясь у Чёрного моря, собирали информацию о его обитателях, в том числе о редких видах моллюсков и водорослей. Эти данные учёные соберут в общую базу и сформируют единую карту экологического состояния моря, а затем и комплекс мер по ликвидации последствий загрязнений. Мы находимся на территории Чёрного моря и, конечно, мы заинтересованы в его изучении. Чтобы стать победителем этой игры, нужно достаточно много изучать территорию этого Чёрного моря, а именно берег Чёрного моря. Нужно знать, чем отличается одна водоросль от другой. Нужно знать название рыб. Те, кто принимал самое активное участие в экологической игре, получили не только дипломы и подарки. Главное – титул ООН – ангел-хранитель Чёрного моря. И это не просто звание, а большой вклад в сохранение уникальной природы целого региона.